Ну что, дамы и господа, угораздило меня купить, имея один аэрогриль, еще и второй. Маленький, под названием аэрофритюрница. Хотя, по сути, это тоже аэрогриль. Смотрим. Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию вот такую вот чудо-машинку, которую мы тут уже получили, распаковывая, делали видео, но оно оказалось бесполезным, потому что все было хорошо, за исключением небольших перекосов корпуса, но это как бы на скорость не влияет. Ладно, вот. Вот таким методом я сейчас попробую сделать там курицу. То есть вы видите, да, что корыца небольшое, туда много куры, если ее просто раскладывать на дно, не помещается, я решил поставить ее дымом. Посмотрим, насколько хорошо это будет сделано. Для начала могу показать, что у нас внутри. У нас там ТЭН и вентилятор. Во! Вот так выглядит внутри ТЭН, над ним вентилятор. И, грубо говоря, снизу осталась только какая-то панелька, которая температуру сечет, и все. На этом все навороты аппарата данного накрылись. Больше у него ничего нет. Если в него поставить емкость, которая, кстати, может, если что, отсоединяться... О! Кто не в курсе? Опа! Значит, надо отсюда лишнее мне все высыпать, пока оно не приварилось. Значит, собираем обратно эту машинку. Так вот, до щелчка гашетку опускаем, вставляем внутрь, и сразу аппарат включился. Нажимаем на кнопку и держим, появляется режим. Что хотите, называется. Если нажимать кнопку меню, появляется картошка, мясо, ну, это, не знаю, ножка, креветки, еще какой-то вид мяса, выпечка, грибы, рыба. Соответственно, для непонявших, вот это вот обозначает тот самый режим мяса, который мне и нужен. Единственное, я не уверен, что мне 25 минут хватит, но я попробую. Все, нажимаем play, и гаджет начал работать. Теперь обсматриваем, скажем так. Вот отверстие, через которое он забирает воздух снаружи. Сверху у нас тут складная ручка для транспортировки. Вот так у нас выглядит дно с ножками резиновыми, которыми он присасывается к поверхности. Ну, в общем-то, и все. Осталось дождаться, когда дойдет до нуля таймер, и посмотрим, что у нас получилось. Сначала меня эта штука напугала. Потом я понял. Видимо, начали гореть палочки деревянные, на которые одеты были кусочки курицы. Спустя время запах убрался. Сейчас оттуда вкусненько так шкварчит. То есть, явно жир стек из курицы, и что-то там с ним происходит. Процесс близок к середине. Скоро финиш. Чудо-техника отпикалась. Говорит, что типа все. Ну и на глаз прикольно. То есть, доделывать уже не надо. Все. Дичь можно извлекать. И, походу, можно есть. За короткое время. Вот так вот, друзья, устроен гаджет, который китайцы называют по очереди. То аэрофритюрницей, то аэрогрилем компактным, маленьким. Просто обычный аэрогриль дает 250 градусов. Это дает всего 200. Но этих 200 градусов, смотрите, как ему хватает. Красота ведь. Все. Всем спасибо. Если кого заинтересовало, ссылку на магазин не знаю, найду ли. Потому что покупал на Озоне, там постоянно появляется, пропадает. Ну, какую-нибудь ссылку на данный гаджет все-таки приделаю. Сразу скажу, в физическом магазине мы его видели уже за 4000, а на Озоне взяли за 2800. Как-то так. Ну, я добавлю внизу в описании. Если гаджет понравился, опускаемся вниз, смотрим описание. Всем спасибо. Всем bye. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok